По правилам товарищеского матча команду «Симба» и сборную Росгвардии на льду поддерживал как тренерский состав, так и приглашенные гости. Для юных спортсменов эта игра – еще одна возможность живого общения плюс новый спортивный опыт. Это интересно и для себя тоже интересно. И детям большая радость, что они со взрослыми дядьками будут играть в хоккей с теми, кто уже умеет кататься, умеет играть. Они в свою очередь посмотрят, как двигаться по льду, как забрасывать шайбу, как бросать, как бороться. Я думаю, есть только одни плюсы. Старшему поколению тоже было чему поучиться. К примеру, пришлось привыкать к непривычному звуку от шайбы, ее весу и габаритам, а также приноровиться к воротам, что в несколько раз меньше обычных. Пока взрослые осваивались в необычных условиях. Дети оттачивали игровое мастерство, используя все имеющиеся навыки. Хоккеем занимается где-то примерно год. Мне нравится этот вид спорта, потому что он командный, очень интересный. Главное, наверное, самоуверенность и умение. Команда Росгвардии поддержать начинающих спортсменов и проект «Хоккей. Доступен каждому» посчитала своим долгом. Спорт, во-первых, это неотъемлемая часть Росгвардии. Каждый сотрудник занимается каким-то видом спорта. Вот у нас есть своя команда по хоккею, тех ребят, которые занимаются хоккеем. Поэтому мы с радостью согласились и в последующем также будем этот проект поддерживать. Ну и к тому же нашей команде Ульяновской предстоит участвовать в соревнованиях в Сочи, где будут команды со всей России. Фестиваль пройдет с 25 по 30 апреля. Для юных хоккеистов это большое событие года – сойтись на льду с ребятами из разных уголков России. Уже более 700 детей из 39 городов страны подали заявки. Всего же в фестивале поучаствуют 1700 человек. В прошлом году наша команда заняла первое место. В этом и спортсмены, и тренерский состав готовятся повторить результат. Александр Злобин, Вячеслав Новожилов, Антон Костин, репортер 73.